Добрый день. Аксис Куб один из самых пугающих шип-модов кубика Рубика. Он действительно собирается дольше других разновидностей, но все этапы сборки такие же, как на обычном 3х3. Несмотря на пугающую форму, которую приобретает этот кубик при вращении, здесь нет никаких псевдопаритетов и других сложных ситуаций. Трудность заключается в том, что здесь достаточно неудобная форма и все элементы разные. Трудно найти какой-то единый подход, если собирать какими-то ускоренными методами. В этом видео я покажу, как собирается эта интересная головоломка. По расцветке Аксис Куб обычно повторяет кубик Рубика. Белый, зеленый, красный. Но разные модели при той же расцветке могут иметь разную конфигурацию элементов. Как мы видим, у этих двух моделей при одинаковой цветовой схеме по разному расположены элементы. То есть здесь острый элемент направлен назад, здесь к нам. Я буду объяснять на примере вот этой головоломки и, соответственно, буду опираться именно на эту цветовую схему. На базе Аксиса созданы и другие головоломки, такие как Аксис 4х4, Аксис Таймвилл. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Так же, как и в кубике Рубика, здесь есть шесть центров. Если на стандартном 3х3 все центры одноцветные и их ориентация не важна, то здесь центры двухцветные. Белый, зеленый, синий, оранжевый, желто-синий. Они двухцветные и их ориентацию следует учитывать. Восемь углов. Причем только два из них, вот белый, красный, зеленый и желто-синий, оранжевый, похожи на стандартные углы с 3х3. Они имеют три цвета, только два трехцветных угла. Остальные углы одноцветные. Этот белый, оранжевый, желтый и причем все они разные. Синий, красный и так далее. Всего восемь. И как обычно 12 ребер, но они также двух типов. На обычном кубике ребра двухцветные. Здесь же есть и двухцветные ребра. Как пример вот это вот, сине-красное. Но есть и одноцветные. К примеру вот это вот, синий. Если мы возьмем средний слой, то мы увидим одно двухцветное ребро, одноцветное, еще одно двухцветное и еще одно одноцветное. То есть половина таких, половина других. В итоге мы имеем шесть одноцветных ребер и шесть двухцветных. Этапы сборки здесь такие же, как на кубике 3х3. Единственное, верхний слой мы будем собирать немножко не в том порядке. Сейчас перемешаем головоломку и приступим к первому этапу. Вот так выглядит аксис куб в перемешанном виде. На первом этапе мы должны из этой мешанины собрать крест. Сразу заметим, что к каждому двухцветному центру подходит 4 ребра. Причем два одноцветных и два двухцветных. Этот аксис куб имеет наиболее популярную расцветку. Буду показывать всю сборку на нем. Здесь я рекомендую начинать с бело-красного центра. Ну просто так удобнее и привычнее. Если у вас бело-красного центра нет, можете начинать с любого другого. Принципы сборки будут такие же. Как мы понимаем, к бело-красному центру должно подходить два одноцветных ребра и два двухцветных ребра. Вот белое ребро мы видим, оно стоит рядом с бело-красным центром, но по форме оно не подходит. Важно понимать, что одноцветные ребра должны подходить к более короткой части центра. Мы видим, что белое можно поставить как сюда, так и сюда. Именно к более короткой части должны подходить одноцветные ребра. К этой части будут подходить двухцветные. Если у нас ребро по форме не подошло, мы просто пытаемся приложить это же ребро, но другой стороной. То есть вот этой. Несмотря на то, что ребро полностью симметричное, одноцветное, эффект будет другой. Для этого мы смещаем ребро в сторону и пытаемся его наклонить к нашему центру. Вот так видим, что мы к более широкой части подходим. Значит центр надо повернуть. И вот первое ребро хорошо подошло к бело-красному центру. Ищем следующее. Ну давайте начнем с красного. Тоже одноцветное ребро. Находим красное ребро. Оно здесь. Важно понимать, что здесь нет одинаковых элементов. Все элементы разные, имеют свое определенное местоположение и ориентацию. Вот это красное ребро должно находиться вот здесь, с короткой части красного центра. Давайте я его освобожу, чтобы было видно получше. Вот мы видим, что красное ребро подошло, но опять не совпадает по форме. Опять отводим в сторонку и пытаемся подвести другой стороной. Подворачиваем центр и подводим ребро. Все подошло. Одноцветные ребра подходят к более короткой части центра. К более длинным мы будем подбирать двухцветные ребра. Если мы начали с бело-красного центра, то двухцветные ребра будут бело-синие и красно-синие. Белый-красный понятно. Почему? Ну синий, потому что здесь расцветка именно такая. Ищем синий-красный и бело-синий. Я вот нахожу первым синий-красный. Очевидно, что вот этим красным она должна подходить вот этой красной стороне центра. Белого цвета у него просто нет. Отводим вот так и ставим. Ну с первого раза у нас это получилось. Поскольку синий-красный ребро не симметричное, у нас всегда будет сразу совпадать по форме. Поскольку противоположная сторона это синяя и мы ей просто не будем подводить к этому центру. Одноцветные ребра были симметричны и поэтому можно было перепутать, какой стороной подвести. Ну на самом деле визуально это сразу и не определить. То есть методом проб и ошибок. Ищем бело-синий ребро. Находим это ребро вот здесь и двигаем его к нашему центру. Вот наш центр, вот ребро. Перемещаем. Видим, что я попал с синей стороной. Разворачиваем. Здесь все пока интуитивно. И вот у нас как бы собрался крест. Но это еще не все. Как во многих других шейп-модах здесь важно ориентировать вот эти центры. Они двухцветные. Нам еще с ними надо и наш крест сопоставить. Мы видим, что вот эти два ребра образуют синюю грань. Понятно, что эта синяя грань должна примыкать к двум синим центрам. Ищем два синих центра. Центры, которые имеют синий цвет. И подводим сюда грань. Вот у нас синий и синий совпадают. Дальше красно-зеленый рядом с красным ребром. И белый-зеленый центр рядом с белым. Здесь по форме совпадает. Дополнительных действий не требуется. Здесь нет. Нет. А здесь совпадает. Значит мы вот эти два центра не трогаем. А вот эти разворачиваем. На самом деле здесь может потребуется развернуть и другое количество центров. Это как повезет. Но принцип один и тот же. Располагаем крест снизу. Делаем движение фронтальной грани. Двойное. Отводим ребро в сторону. И поворачиваем вверх ту часть центра, которой должно примыкать это ребро. Поскольку ребро было одноцветное, оно должно примыкать к короткой части этого центра красного цвета. Поворачиваем наверх и возвращаем наше ребро. Видим, что по форме оно совпало. Поэтому двойным движением фронтальной грани возвращаем. Все совпало. Переходим к этому. Опять же двойным движением поднимаем наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем с синей частью центра. Но той, которая длиннее. Поскольку ребро двухцветное. Все раз напомню, что двухцветные ребра подходят к длинной части центра. Одноцветные короткой. Возвращаем ребро и опускаем его вниз. Поворачиваем фронтальную грань два раза. И вот теперь у нас правильный крест. Принцип сборки креста аналогичен другим шейпотам кубика 3х3. Единственная разница, что нужно обращать внимание на центральные элементы. К длинной части должны подходить двухцветные ребра, короткой одноцветные. На самом деле все это можно делать методом подбора. То есть не получилось один раз поправить по-другому. Но я постарался более логичное обоснование к этому предоставить. Сборка первого слова заключается в том, что нужно поставить четыре угла на свои места. Причем это три одноцветных угла. Красный, синий и белый. И один трехцветный угол. Это белый, красный, зеленый. Это делается так же как в обычном кубике 3х3. Находим вот белый уголок, именно вот такой вот треугольный. Располагаем его над своим местом. То есть он должен располагаться вот здесь, перепутать здесь трудно. Помним, что слот должен находиться справа и перед нами. Помним, крест у нас вот он. Пока тяжеловато ориентироваться может быть, но с опытом привыкнете. Вот этот уголок нужно поставить сюда при помощи пиф-пафов. Можно конечно не задумываться и просто крутить пиф-пафы до тех пор, пока уголок не встанет на место. Вот мы сделали один пиф-паф. Он встал не так. Делаем еще два. И он встал правильно. То есть потребовалось три пиф-пафа для того, чтобы поставить уголок на место. Но может быть и пять. Если вы владеете только методом для начинающих сборки обычного кубика 3х3, возможно этого подхода вам хватит. Находим уголок и делаем пиф-пафы до тех пор, пока он не встанет на место. Этого может быть достаточно. Я сейчас постараюсь предложить более быстрое решение подобных ситуаций. Поскольку уголки здесь все разные и они располагаются в разной ориентации, то есть этот направлен вправо, направлен влево, этот, ну здесь синий, должен быть направлен вниз, то какого-то общего решения к ориентации уголка перед его установкой здесь нет. Но можно сделать следующее. К примеру, вот наш синий уголок. Его нужно установить сюда. Располагаем головоламку как надо. То есть у нас все справа и спереди. Теперь это можно заметить визуально, либо повернуть. Если мы движением F, то есть движением передней грани, можем установить уголок на место, то при помощи обычного пиф-пафа он встанет на это место за один раз. Вот уголок встал на место. Если этот же уголок движение F на место не остановится, видим он плохо подошел, но может установиться движением R' то есть движением правой грани на себя, то для того чтобы его установить на место можно сделать обратный пиф-паф. У, Р, У', Р'. Если же этот уголок не движением R', не движением F, не устанавливается на свое место, то здесь нужно делать три пиф-пафа, либо более короткую комбинацию R, U2, R', U' и еще пиф-паф. И тогда уголок становится на свое место. Понятно, что если вы делаете вот такое движение R', да, и понимаете, что обратного пиф-пафа вам хватит для того, чтобы этот уголок поставить на место, вместо обратного пиф-пафа можно сделать комбинацию R', F, R, F', и уголок также встанет. Просто вот это движение проверки можно не делать, а определить это визуально и сделать более удобную комбинацию, которая вам нравится. Также если уголок ставится движением F на место, можно продолжить R', F', R, и он также встанет. Но это для тех, кто владеет этими комбинациями и часто их применяет. Если нет, то спокойно можно обойтись прямым пиф-пафом и обратным пиф-пафом. На примере двух оставшихся уголков мы это и рассмотрим. Давайте поставим красный одноцветный уголок на свое место. Вот красный уголок, ему нужно быть здесь, располагаем справа-спереди, видим движением R' не ставится, движением F не ставится, значит сделаем три пиф-пафа. Или можно было просто сразу начать делать пиф-пафы, и когда-нибудь он бы установился. Ну, пять пиф-пафов делать скучно, поэтому лучше немножко поанализировать. Для трехцветного уголка ситуация никак не меняется. Проверяем, каким движением он сразу может оставить свое положение. Поднимаем, что движением R' он становится на свое место. Раз R' значит мы просто делаем обратный пиф-паф, и он становится на свое место. Первый слой собран, выглядит он вот так. Для сборки ребер мы будем использовать стандартные алгоритмы из метода для начинающих. Здесь нельзя использовать алгоритмы типа ромашки-лесенки, которые при применении будут разворачивать нам вот эти центры. Поскольку не все изучали 3х3 имена по моему видео, я покажу отдельно, как это делается. Если нам необходимо ребро установить в этот слот, мы располагаем ребро так, чтобы вот этот цвет совпадал с центром, и выполняем следующую комбинацию. То есть ребро переставляется направо. То есть вот таким движением он становится на свое место. Алгоритм следующий. U, R, U', R'. Образуется вот такая пара. Мы ее отводим в сторону движением U', F', поднимаем место, где оно должно стоять. Вставляем сюда пару движением U, и опускаем движением F. Если нам ребро нужно установить налево, мы можем в этом убедиться, повернув вот так, и цвета ребра совпадут с цветами центров. То алгоритм будет следующий. U', L', U, L'. То есть все абсолютно зеркально. Появляется пара. Мы ее отводим в сторону. Поднимаем место, где оно должно стоять. Возвращаем пару, опускаем на место. В случае, если ребро стоит на своем месте, но перевернуто, мы можем поставить на это место любое другое ребро, и тогда это поднимется наверх. К примеру, поставим сюда желто-оранжевое. Тем самым у нас зелено-красное поднялось наверх, и мы просто ставим его нужной стороной. Либо те, кто владеет F2L, могут применить форму из этого метода. К примеру, вот такую. Ну и ребро просто переворачивается. Как мы помним, на Аксисе у нас два ребра будут одноцветные, и два ребра будут двухцветные. Не важно, с какого начинать. Давайте возьмем вот это зеленое. Здесь должно быть одно зеленое ребро, одно синее, одноцветное. Ну и красно-желтое, и бело-оранжевое. Начнем с зеленого. Понятно, что одноцветное ребро, оно на то и одноцветное, что имеет один цвет. Поэтому, что с этим центром, что с этим центром, оно по цвету совпадает. К какому же центру подводить? Чтобы с этим определиться, достаточно, что сделать. Ну, расположить над произвольным центром, и опустить это ребро к поворотам фронтальной грани к желаемому месту. Мы видим, что ребро по форме не совпадает со вторым центром, а значит, ставить его нужно не отсюда. Передвигаем это ребро к соседнему центру. Также фронтальной грани опускаем. И видим, что с этим центром оно совпало по форме. А значит, мы установили это ребро правильно. Возвращаем в исходную позицию. И делаем комбинацию для перестановки этого ребра налево. Отводим в сторону. Поднимаем место. Возвращаем. Возвращаем. Вот у нас получилась пара. Отводим ее в сторону. Поднимаем место, где должна стоять пара. Вставляем. Опускаем. И вот у нас зеленое ребро стоит на своем месте. Находим синий ребро и поступаем с ним точно так же. Располагаем сначала над каким-нибудь центром. Опускаем. Не совпадает. Перемещаем ребро к соседнему центру. Примеряем. Да. Стоит так, как надо. Возвращаем на исходную. И делаем алгоритм для перестановки опять этого ребра налево. В сторону. Поднимаем. Получаем пару. Отводим в сторону. Поднимаем место. Вставляем пару. Опускаем. Дальше пришла пара двухцветных ребер. Здесь должна быть желто-красная. Оно здесь. И его положение определить проще. Поскольку, если мы опустим вот так, сразу видно, что желтый цвет к красному не подходит. Поэтому сразу понятно, что к этому центру надо подводить желто-красное ребро. На всякий случай проверим. Опускаясь, оно совпадает по форме. И цвету с этим центром. Получается, что это ребро нужно установить направо. Делаем соответствующий алгоритм. Отводим в сторону. Поднимаем место. Возвращаем. Возвращаем. Возвращаем пару в сторону. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. И опускаем. Переходим к бело-оранжевой. И опять же, мы видим, что с этого центра оно становится неправильно. Хотя по форме и совпадает. Значит, ставить будем с этого. То есть, опускаюсь, оно как раз совпадет. То есть, опять же, нам нужно ребро отсюда установить направо. В сторону. Поднимаем обратно. Обратно. Получилась вот такая вот странная пара. Отводим. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем. И ставим на место. Первые два слоя собраны. Здесь можно, конечно, собирать и методом F2L. Но, сколько я его не разрабатывал, чего-то легкого и полезного не вышло. То есть, кому интересно, кто захочет тренировать именно Аксис Куб на скорость, скажу, что это возможно. Собирать при помощи F2L. Но сложнее, чем на других шейп-модах. То есть, пары все разные. То есть, у нас вот, как на Master Morphix, вот одна такая пара, острая. Это уже не то. Это одноцветное ребро с трехцветным углом. То есть, это нужно именно сильно тренировать. Но это возможно, и желающие поэкспериментируют. Третий слой мы будем собирать немножко не так, как показано в моем видео для начинающих, для кубика 3х3. Мы сначала полностью расставим по местам и ориентируем ребра. Потом же будем заниматься углами. Проблема в том, что вот эти одноцветные ребра не позволяют точно определить, правильная ли у них ориентация. Поэтому, чтобы это выяснить, нам необходимо сначала расставить все ребра по местам. Для расстановки ребра по местам мы будем использовать алгоритм из кубика 3х3 под названием «рыбка». То есть, те, кто владеет ОЛЛ, знают, что вот такая ситуация решается следующим образом. R, U, R штрих, U, R, U2, R штрих. И помимо того, что у нас переворачиваются углы, также переставляются ребра. Причем, ребро, которое стояло здесь, остается на своем месте, а вот эти ребра перемещаются против часовой стрелки. Соответственно, если нам необходимо перемещение против часовой стрелки, мы применяем этот алгоритм. И за один, либо два раза можем установить все ребра по местам. Понятно, что если мы не хотим делать алгоритм два раза, мы можем использовать зеркальный. То есть, когда рыбка у нас смотрит в другую сторону, и если мы сделаем движение через левую руку, L штрих, U штрих, L, U штрих, L штрих, U2, L, то у нас ребра переместятся по часовой стрелке. Можно использовать либо правую рыбку все время, либо и правую, и левую. Ну, кому как удобно. В Аксисе мы сначала ищем ребро, которое стоит точно на месте. Это видно по совпадению формы и цвета. Не всегда находится сразу такой элемент, который совпадает. Но давайте рассмотрим случай, когда он есть. Если он есть, мы его располагаем перед собой. И дальше делаем рыбку правую. Либо один, либо два раза. Посмотрим. Если мы сделаем рыбку, у нас вот эти ребра переместятся против часовой стрелки. То есть, вот это ребро пойдет сюда, это сюда, а вот это оранжевое вот сюда. Это будет стоять на месте. Понятно, что оранжевое подойдет к оранжевому и все будет хорошо. Поэтому можно определять. То есть, сделаем обычную рыбку. Р, У, Р штрих, У, Р, У два, Р штрих. Мы видим, что помимо зелено-оранжевого ребра, хорошо встало еще желтое. То есть, вот эти точно стоят на своих местах и правильно ориентированы. Оранжевое ребро подошло с оранжевой стороны, но стоит как-то криво. Ну и зелено-желтое тоже с нужной стороны, но не той ориентации. Такая ситуация аналогична ситуации палка на кубике 3х3. То есть, это вот такая вот ситуация. И решается точно так же. В кубике 3х3 в этом случае мы делали комбинацию front, пиф-паф, фронт-штрих. И получался крест. Здесь делаем то же самое. Вот этот элемент stay правильно на своем месте, этот тоже. Делаем front, пиф-паф и фронт-штрих. Поскольку помимо исправления ориентации, этот алгоритм также приставляет ребра, нам придется их расставить еще раз. Располагаем правильно стоящее ребро перед собой и выполняем рыбку. В данном случае мы видим, что оранжевое ребро надо бы по часовой стрелке повернуть. То есть, мы делаем либо правую рыбку два раза, либо один раз делаем левую. Л-штрих, У-штрих, Л-штрих, Л-штрих, У-2, Л. И крест собирается. Помимо палки у нас может встретиться галка. То есть, у нас вот ребро и вот ребро стоят правильно. Мы их можем даже разместить рядом с зеленой грани, чтобы было это очевидно. Вот эти ребра стоят на своем месте, но неправильно ориентированы. В кубике 3х3 эта ситуация выглядит вот так. И мы решали либо через front, два пиф-пафа, фронт-штрих. Либо через front, обратный пиф-паф, фронт-штрих. Обычно в шейп-мондах я использую именно обратный пиф-паф, поскольку движений меньше. В данном случае мы располагаем галку таким же образом. Делаем front, обратный пиф-паф, фронт-штрих. Мы видим, что ребра опять переместились, и их необходимо расставить по местам. Для этого мы выполним, судя по всему, обычную правую рыбку. R-U, R-штрих, U, R, U-2, R-штрих. Я долго анализировал и практиковал вот эти ситуации на аксе с кубики. И пришел к выводу, что после выполнения палки нам всегда требуется выполнить левую рыбку. После выполнения галки мы всегда выполняем правую рыбку. Это абсолютно точно, и всегда у нас сохраняется один удобно стоящий элемент. То есть это можно сразу запомнить и использовать. Но можно решать интуитивно и каждый раз смотреть на это. Я не думаю, что кто-то прям каждый день будет пастосборок делать на аксисе. В случае, когда изначально у нас нет ни одного правильного ребра, мы просто делаем следующее. Находим ребро, которое стоит на своем месте. Понятно, что вот это зелено-желтое, но рядом с оранжевым не на своем месте. И вот это оранжевое рядом с желтым тоже. Вот это желтое рядом с желтым. Но мы помним, что одноцветные ребра должны с короткой стороны у центра примыкать. Здесь же длинная сторона. То есть не на своем месте. А вот это зелено-оранжевое стоит правильно. То есть здесь длинная сторона. И если его развернуть, то получится как надо. То есть оно стоит на своем месте, но неправильно ориентированно. В этом случае мы берем это ребро перед собой. И выполняем опять же рыбки. В данном случае, естественно, удобнее переместить ребра по часовой стрелке. Поэтому мы делаем либо две обычных рыбки, либо одну левую. И здесь возможны две ситуации. Либо у нас получается либо палка, либо галка. И тогда мы делаем ситуацию, которую я показывал до этого. Либо у нас появляется точка. То есть мы видим, что все ребра стоят на своих местах. Но неправильно ориентированы. Эта ситуация аналогична точке на кубике 3х3. Точку мы обычно в кубике 3х3 решали следующим образом. Ну и в методе для начинающих. Делали сначала палку. Получали галку. И делали потом галку. И получался крест. Можно сделать так. Но на аксисе, когда мы сделаем палку, мы не увидим сразу галку. Нам придется сначала расставить ребра по местам при помощи рыбок. Потом найти галку. Выполнить галку. И опять рыбками расставить ребра по местам. Можно сделать так. Допустимо. При помощи долгих изысканий я нашел оптимальный алгоритм, который здесь можно применить. Для тех, кто знает ОЛЛ из Фридриха, это вот такая вот запятая. Причем именно вот такая. Где здесь точка? А справа блок. Одна из формул выглядит следующим образом. ФВ. Двойной слой. Пиф-паф. ФВ-штрих. Дальше. У-штрих. И делаем обычную палку. Ф. Пиф-паф. Ф-штрих. Есть и другие алгоритмы для этого случая. Но многие из них будут разворачивать эти центры. Что нам не нужно, поэтому использовать будем этот. Здесь из произвольного положения выполняем этот алгоритм. ФВ. ФВ. Пиф-паф. ФВ-штрих. Дальше делаем движение. У-штрих. И делаем как обычную палку. Ф. ФВ-паф. Ф-штрих. И здесь сразу появляется правильно стоящее ребро. И нам остается сделать просто правую рыбку. Р, У, Р-штрих. У. Р, У-2. Р-штрих. И вот получился крест. Я проверил все возможные алгоритмы, которые есть для точек. И они либо разворачивают центры, либо делают так, что у нас не стоит ребро на месте. И нам приходится делать больше одной рыбки. Вот это получился самый оптимальный. Можете использовать. Но опять же, можно решить и по старинке. Сначала палку. Рыбками расставить по местам. Выполнить галку. И опять рыбками расставить по местам. Дольше, но ничего учить не надо. Здесь, в принципе, алгоритм тоже стоит из пиф-пафов. Так что, я думаю, он не так сложен. Углы на аксе мы решаем теми же алгоритмами, что на кобике 3х3. Сначала мы их, правда, расставляем по местам. А потом уже пиф-пафами разворачиваем. То есть, порядок немножко другой, но алгоритмы те же. На кубике 3х3. Для того, чтобы расставить углы по местам, мы верхние грани опрокидывали на себя. Находили уголок, который находится на месте. Располагали его слева-спереди. И делали следующий алгоритм. r u', r d2 r' u, r d2 r2. И кубик либо с первого, либо с второго раза собирался. В случае, если угла не находилось, мы делали этот алгоритм с любого положения на желтой грани к себе. И уголок появлялся Дальше либо за один раз Либо, как сейчас, за два раза В дополнение того же алгоритма кубик собирался Здесь ничего нового Можно даже использовать любые другие алгоритмы, которые переставляют три угла Главное, чтобы они не разворачивали вот эти центры Те алгоритмы, которые показываю я, безопасны И их можно спокойно использовать Мы видим вот верхнюю грань И вот этот зеленый уголок стоит на своем месте Он может даже стоять криво, но быть на своем месте Вот это как бы верхняя грань И ей мы располагаем к себе Вот этот уголок должен быть слева, спереди То есть вот у нас как бы верхний крест Вверх и лево И вот из такого положения мы делаем наш алгоритм И вот мы видим, что у нас уголки все остались по местам Желто-синий-оранжевый на месте, но неправильно развернут Желтый тоже и оранжевый тоже На самом деле вот этот зеленый тоже мог стоять вот так Но он все равно был бы на своем месте И мы из такого же положения делали алгоритм Сейчас у нас собралась с первого раза Но опять же, если это было бы не так Нужно было просто продолжить выполнять этот алгоритм А дальше нам остается просто ориентировать в нужное положение эти углы Для этого мы будем использовать стандартный пиф-паф Напомню, что в кубике 3х3 для ориентации угловых элементов Мы используем следующие движения Мы располагали верхнюю грань слева И обращали внимание вот на этот уголок Если желтый цвет был направлен назад Мы делали два пиф-пафа И он ориентировался правильно Далее поворачивали левую грань И смотрели сюда Опять назад Желтый цвет Два пиф-пафа Подворачивали следующий Желтый цвет направлен наверх Значит делаем 4 пиф-пафа Ну и еще один Тоже 4 На аксисе тяжело понять Какой стороной направлен уголок Мы также располагаем вот эту верхнюю грань слева Также располагаем уголок, который нужно развернуть Сзади, сверху, слева И также делаем пиф-пафы К примеру, чтобы развернуть вот этот уголок Мы сделаем сначала два пиф-пафа И посмотрим, что получится Один пиф-паф Второй пиф-паф Видимо, что два пиф-пафа Развернули не в нужное положение наш уголок Мы же делаем просто еще два Итак, проверяем каждые два пиф-пафа Либо через два, либо через четыре Уголок станет правильно Мы видим, что все хорошо Подворачиваем следующий Вот он уголок Делаем опять два пиф-пафа Смотрим Нет, недостаточно Делаем еще два Все хорошо Подворачиваем следующий Вот этот оранжевый Делаем два Здесь уже понятно, что за два он не соберется Мы на всякий случай проверим Да, не так И делаем еще два То есть этот этап ничем не отличается от других шип-модов 3х3 Как мы видим, на аксисе нет паритетов Ни псевдо-паритетов, ни настоящих паритетов Никаких нет Это хорошо Самое сложное тут это не запотаться в элементах Не очень удобно крутить Да и просто не испугаться его такой угловатой формы в перемешанном состоянии Здесь я представил всю необходимую информацию для сборки этой головоломки На всякий случай покажу еще сборку с объяснениями Допустим, у нас вот так вот перемешана головоломка Начинаем с креста Находим бело-красный центр И к нему ребра Вот я вижу сразу белое ребро Попробуем его поставить к более короткой части с белым цветом Переводим Ставим Видим, что поставилось неправильно Значит нужно подвести к другой стороной Отводим в сторону Подводим центр И опускаем Вот теперь все хорошо Ищем дальше Вот, к примеру, белое-синее Оно стоит у своего места Но опять же не той стороной Просто разворачиваем Все стало хорошо Дальше ищем красное ребро И красно-синее Находим красно-синее Видим, что не той стороной К более длинной части Но не той стороной Разворачиваем Хорошо И чисто красное ребро Вот оно Подводим сюда И с первого раза Оно становится правильно Теперь находим два центра С синим цветом И подводим к ним вот эти ребра Видим, что вот это они В этот раз нам придется разворачивать Все четыре центра Что поделать Располагаем крест снизу И разворачиваем центры Первый центр Так, здесь нужно синие стороны Более длинные Здесь тоже синие Тоже более длинные Так, вот собралось Так, крест готов Переходим к углам Один уголок сам встал на место Ищем дальше Ну, к примеру Какой угол? Красный Красный угол должен стоять вот здесь Видим, что движением F Он как бы встает на свое место Если движением F он встает на место Мы делаем обычный пиф-паф И он встал на место Да, причем еще вместе с ребром Дальше находим Какой-то Ну, вот уголок Ага То есть Все нужные углы Они располагаются снизу И соответственно Чтобы их извлечь Мы делаем один пиф-паф Как в обычном кубике 3х3 Видим вот этот Движением F Опять же становится на место Делаем один пиф-паф Дальше Где у нас белый уголок Он получается у нас Не движением F Не движением R' На место не становится Здесь придется делать Либо 3 пиф-пафа Либо R U2 R' И потом U' Потом 1 пиф-паф Как-то вот так Далее собираем ребра Здесь должно быть Бело-оранжевое Оно как раз вот здесь Вот сверху Располагаем так Чтобы при вот таком движении Оно вставало на свое место Встает Значит Отсюда переставляем сюда Так Готово Вот это Синее ребро Установим вот сюда И видим Что вот из такого положения Она будет красиво Вставать на свое место Переставляем отсюда Вот сюда Отводим Создаем пару И ставим на место И остается одно Зеленое ребро Которое нужно поставить Вот сюда Из этого положения Она становится плохо Переводим на эту сторону Проверяем Все хорошо Становится И делаем Алгоритм В сторону Создаем пару И устанавливаем И устанавливаем Пару На место Сверху смотрим У нас Два слоя собраны Полностью собраны Но сверху Сверху Ни одно ребро Красиво Не подходит Смотрим Есть ли какое-то Ребро Которое Стоит на своем месте Но развернуто Неправильно Желтое Не на своем месте Зелено Оранжевое Должно подходить К более длинной части Она подходит Короткой Оранжевое Нет Вот это Зелено-желтое Как раз Хорошо подходит Видим Что для того Чтобы Переставить Вот эти ребра По своим местам Нужно сделать Ну по часовой стрелке Движение Вот этих трех Располагаем Правильно стоящее Перед собой При движении По часовой стрелке Вот это ребро Перейдет сюда И будет все хорошо Значит мы делаем Левую рыбку Эль штрих У штрих Эль У штрих Эль штрих У два Эль Мы видим Что Все ребра Стоят на своих местах И вот эти два Нужно Развернуть То есть это Обычный случай Галки Располагаем Налево И назад Правильно стоящие Ребра Фронт Обратный Лев пав Фронт штрих И помним Что здесь Мы сразу Будем выходить На правую рыбку Так оно и есть Можно конечно Это заранее Предполагать Или можно Каждый раз Определять Делаем рыбку Что мы видим Ребра Собрались Вот этот Зеленый уголок Стоит на своем месте Ну а эти Нужно Переставлять То есть он Хоть стоит И криво Но на своем месте Используем Стандартный Алгоритм Из метода Для начинающих Можно конечно Использовать Сразу Прямой Алгоритм Но давайте Так Мы видим Что с первого Раза Уголки Не встали На свои места Поэтому Повторяем Так И что у нас Получилось У нас получилось Что все углы Стоят на своих местах Но вот эти два Нужно Развернуть Для этого Мы располагаем Вот эту верхнюю Грань Слева Рассматриваем Уголок Вот этот И делаем Сначала Два Пиф-пафа Смотрим Недостаточно Не встал Как надо Делаем еще два Все Оранжий уголок Стоит правильно Подворачиваем Следующий Делаем еще Пиф-пафы Здесь уже Можно догадаться Что двух Нам будет Достаточно Все хорошо Аксис кубер Собран Как видно Он не так страшен Как выглядит Все достаточно просто Обычные Три на три С элементами Странной формы На этом Наверное все Тренируйтесь И все у вас Получится Всем спасибо Всем пока Всем пока